Год развития промышленности в Карачаево-Черкесии стартовал с запуска нового производства. В открытии завода по производству гипсокартона компания «Хабес Гипс» принял участие заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. О знаковом событии и об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. Альбина Ламкова Альбина Ламкова является серьезным конкурентным преимуществом Хабесского гипсового завода по цене и по качеству, прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Технология изготовления гипсокартона состоит из пяти этапов. Приготовление смеси подачу на линию картонного полотна, затем ее направляют в формовочный модуль, там выравнивают, разрезают на необходимые размеры, после чего готовое полотно сушат и оно готово к продаже. Сразу можно через компьютер все запустить и работать без проблем. Если зубы появляются, сразу программисты подключаются и исправляют эти ошибки. В общем, работа не пыльная? Нет. Хорошая работа, коллектив тоже хороший. Доверие к работнику и его ответственность за конечный результат труда, создание комфортных условий для коллектива умело использует руководитель производства, директор предприятия Олег Горгунов. Руководя Хабесским гипсовым заводом, он вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. Надежные высокие результаты команды профессионала в промышленном производстве обеспечивает Олег Абубикирович. Он у руля предприятия более 30 лет. Когда Всевышний делил богатство, недра, мне достался прекрасный многонационарный коллектив. Он очень работоспособен и дружен. За спиной они меня называют Дада, что по-русски означает Дед. Оно так и есть. Старшие, как братья мои, а младшие, как дети мои. На торжественном событии состоялась и церемония награждения сотрудников гипсового завода почетными грамотами. Вручил их Денис Мантуров. Рашид Темрезов также вручил грамоты лучшим работникам региона в сфере промышленности. В завершении рабочей поездки Денис Мантуров осмотрел выставочную экспозицию. Продукция 15 промышленных предприятий. И уделил внимание каждому его руководителю. Вице-премьер оценил результаты работы за последние годы. Обозначил действующие меры поддержки для дальнейшего развития их производства. Также отметил многоплановость представленной продукции. От производства стройматериалов и горнодобывающей промышленности. Химии, машиностроения, резинент технических изделий, текстильных изделий. И лекарственных и дезинфицирующих средств. Косметической, санитарно-гигиенической продукции. И бумажных изделий бытового назначения. Мы первые в России в 2008 году реализовали проект по производству косметических вкладных дисков и палочек. В ходе беседы каждый руководитель предприятия рассказал, что хорошо понимает структуру предоставляемых и принимаемых мер поддержки по линии Минпромторга Российской Федерации. И уже пользуется. В результате Денис Мантуров подчеркнул, что развитие промышленности является одним из ключевых направлений. Обозначил промышленный потенциал регионам. На что нужно сделать акцент. И не только. Скажите, пожалуйста, как развиваются региональные фонды развития промышленности Карачаева-Черкесии? Уже сегодня, во-первых, есть возможность за счет плеча со стороны Федерального фонда расширять возможности предоставления льготных займов предприятиям промышленности региона. 70% это федеральный фонд и 30% это региональный фонд развития промышленности. Но вот Рашид Бориспич ко мне сегодня обратился с просьбой расширить возможность по Карачаеве-Черкесии. Вице-премьер поддержал предложение. Теперь процентное соотношение финансирования региональных фондов развития промышленности из федерального бюджета будет составлять 90%, а из регионального – 10%. Для нас развитие промышленности является ключевым направлением, так же, как сельским хозяйством, туризмом. Но у нас основная структура нашего ОРП – это, конечно, промышленность. И те меры поддержки, которые мы на протяжении уже очень многих лет ощущаем. Я благодарен, Денис Валентинович, вам. Еще раз хочу сказать о том, что для нас это очень знаковый ваш приезд, потому что любые мои обращения к вам, они всегда имеют практические решения. И мы видим, что сегодня все предприятия, каждый из руководителей говорил вам самоблагодарность. В заключение Денис Мантуров выразил уверенность в стабильности заказов предприятия. Предпосылки есть. И этот факт станет ключевым показателем эффективности деятельности хабетского гипсового завода. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Челькесия, Хабетский район.